Не хихоньки-хахоньки, а что-нибудь, что-нибудь серьезное поделать, какое-нибудь ответственное дело, где-то что-то разобраться, каким-то операционным процессом заняться, каким-то заняться делом. Бальзак это мертвый вайп, мертвая атмосфера и мертвый эмоциональный заряд. Бальзак это априори dead inside. Все у них печально, грустно, хмуро, и все мы завтра умрем. Тоска, грусть и печаль. Всем привет, дорогие друзья, с вами Соколов Илья, и сегодня мы рассмотрим последний социотип соционики, а именно Бальзака. В первой части мы, как всегда, пройдемся по дихотомиям, я скажу какие-то общие слова, вводную часть по этому социотипу. А затем мы уже перейдем к аспектам, там, где уже мы конкретно будем идти аспект за аспектом, описывая этот социотип. Итак, Бальзак у нас является интровертом, интуитом, логиком и иррационалом. Итак, поехали. Интроверсия. Интроверсия здесь классическая, в классическом формате. И, то есть, это интроверты, интроверты, наверное, одни из самых интровертированных интровертов, погруженных в свой внутренний мир среди всех интровертов. Бальзаки погружены в свой внутренний мир. Для них, естественно, проводить время наедине, для них это крайне важным является возможность проживать эту жизнь наедине отдельно от людей, когда им никто не мешает. Один Бальзак говорил мне такую вещь, что, ну, в общем, у нас был один профессор в универе, который ему специально подставляли расписание таким образом, чтобы он мог работать по ночам, потому что он, ну, с его слов он рассказывал, он поздно ложится, все работы делает по ночам, как бы, изолировано ото всех. Это темка интровертная и некоторых интровертных экстравертов, по типу, там, Дон Кихотов. Социальное взаимодействующее, требующее постоянного взаимодействия с разными людьми, глубокой погруженности в каждого человека, там, где нужно на кучу народа распределять свое внимание, для Бальзаков не подходит. Это социотип, который максимально оторван, ну, не сказать, что оторван от социума, но погружен в свой внутренний мир, находятся постоянно в себе, и с ними просто так разговориться по душам, как если вы какой-то малознакомый человек, практически нереально. То есть, да, да, вот, да, вот я иду, вот, да, да, вчера вот так вот у меня было, вот так вот так пришла, ну, там, поела, вот, сериал свой любимый смотрела. То есть, он сильно вас пускать в свой внутренний мир не будет. Также Бальзаки являются логиками, то есть, их психика направлена на неживое, то есть, работу с техникой, с компьютерами, с бизнес-процессами, с бумагами, с цифрами, но не с людьми, и тем более не с человеческими эмоциями, не с тонкими человеческими эмоциями. Не хихоньки-хахоньки, а что-нибудь, что-нибудь серьезное поделать, какое-нибудь ответственное дело, где-то что-то разобраться, какой-то, каким-то операционным процессом заняться, каким-то заняться делом. Бальзак – это один из самых серьезных, серьезных социотипов в социологии. Бальзак – это не бездельник. Бальзак – это не человек, который сидит дома без дела, ерундой какой-то занимается целыми днями, и, в общем-то, хочет так всю жизнь прожить. Если вы хотите с бальзаками ничего не делать, прикалываться, угорать, веселиться и, в общем-то, все, то не надо вам искать бальзака. Бальзаки на это не настроены. Бальзаки – это роботы, которые нацелены на работу, чтобы заниматься делами, ходить на работу, деньги зарабатывать, заниматься чем-то, что приносит пользу. Желательно пользуясь здесь и сейчас, желательно в денежном формате, чтобы это не было просто развлечение либо прикол. Просто развлекаться, прикалываться, угорать, без дела жить, без дела время проводить. Бальзака – мне интересно. Это не социотип-приколист, это анти. Это социотип-анти. Если вы будете бальзака принуждать к веселью, угару и к приколам, то, как правило, он максимально… Вот по всему его виду вы будете понимать, что ему дискомфортно то, что вы ему предлагаете. Поэтому, если вы приколист, угарщик, там, такой, типа, как Гексли, да, хотя с Гексли бальзаки нормально контактируют, Гексли – это именно тот социотип, на который бальзаки ставят галочку, да, с этим прикольным человеком я буду, в принципе, отдыхать. Почему это происходит? Этика отношений ценностная, а не этика эмоций, то есть, там, душевные приятные тусовочки, учитывающие мнение людей вокруг у Гексли. Второе – это деловая логика активационная у Бальзака, деловая логика творческая, то есть, у них и на этом пересечение. И, следовательно, по этим трем параметрам Бальзаки, видимо, и выбирают Гексли для дружеского, приятного, веселенького времяпрепровождения. Ну, во всяком случае, я встречал три-четыре пары Гексли Бальзак, друзей, именно друзей, которые веселятся, развлекаются, прикалываются вместе. То есть, любая деятельность, связанная с приколами, угарами, весельем, расслаблением, вот этим всем, для бальзаков не подходит. Бальзаки любую деятельность, включая педагогическую деятельность, укатывают в максимально серьезную деятельность, как будто мы сидим на совещании. Поэтому мы про это еще попозже поговорим. Бальзаки – это чрезмерно серьезные, одни из самых серьезных социотипов, самых душных социотипов, самых серьезных социотипов, самых деловых социотипов. Социотипов, с которыми шутить боишься. У меня здесь в Никсе работает один Бальзак, но я просто его боюсь. У него взгляд, как будто он меня осуждает постоянно, постоянное, постоянное осуждение в мой адрес. Я это не принимаю, мне это неприятно, мне это больно и, в общем, плаки-плаки, как говорится. Идем дальше. Следующая дихотомия, которую мы рассмотрим, будет интуиция сенсорика. Интуиция, как известно, это абстрактный тип мышления, воображение и фантазия, стратегическое мышление. Интуиция, а сенсорика – это приземленный тип мышления, это удовлетворение своих органов чувств здесь-сейчас, решение проблем здесь-сейчас. И Бальзаки являются интуитами, то есть у них абстрактный тип мышления, развитое воображение, развитая фантазия. Я тут недавно комментарий под роликом о Есениных увидел такое, что Есениных он обозвал художники-интроверты. Интересно, кем же он назовет Бальзаков? И я подумал, что Бальзаков тоже можно назвать художниками-интровертами. И действительно, очень много Бальзаков обладает очень крутыми творческими способностями, начиная с банальной философии. То есть их мнение любопытно и интересно, уникально, имеет такую идентичность, оно популярно зачастую. А для этого и нужно абстрактное мышление, чтобы иметь какое-то нестандартное мнение, сформированное по какому-то поводу. Второй момент – это очень развитое воображение, фантазия, и поэтому творчеством различным Бальзаки умеют заниматься. В том числе и музыкальным творчеством. Хотя для меня всегда было удивление, каким образом Бальзаки с болевой этикой эмоций поют, читают рэп, развлекаются. Скажу два таких популярных Бальзака. Это Казян из Оу-74 и ЭйТиэл. Это два Бальзака. Опять же, я не уверен, 100% я свечку не держал, лично не знаком. Но из того, что я знаю, вроде как это так. ЭйТиэл может быть еще Дун Кихот. Кстати, Дун Кихота, Дун Кихот шизоид и Бальзак, а Бальзаки все практически шизоиды, очень легко спутать. То есть Дун Кихот интровертированный, который не пытается показать себя в обществе, он в общем-то очень похож на Бальзака. И вот вы знаете известную дилемму, то ли Бальзак, то ли Дун Кихот, это наш Панчин. Про разбор видео мы с вами делали на стриме, посмотрите на ютубе, там одно из последних видео. Он то ли Дун Кихот, то ли Бальзак, я до конца не знаю. Ну, судя по всему, Дун Кихот. Но я не уверен. И, следовательно, деятельность, связанная там, где Бальзак сможет применить свою фантазию, свое воображение, свой творческий взгляд, вся эта деятельность ему подойдет. И рисовать, и дизайнить, и чем-то там, СММ каким-нибудь заниматься, и монтажер, и оператор, не оператор, а этот, ну монтажер, да, там, фотошопом заниматься каким-нибудь. Вообще, видеоблогингом в целом им, в принципе, это подходит. Ну, понятное дело, что видеоблогинг такой будет узкоспециализированный, специфический, но творческую натуру они там свою реализовать смогут успешно. Вот, то есть вот эти все. И, в том числе, в IT-специальностях очень им удается проявить свою фантазию, воображение. И в науке, и книжки писать, тексты писать, редактировать. Деятельностей, в которых Бальзак может проявить свою творческость, гигантское количество. То, как конкретно они это делают, успешно или неуспешно, мы с вами обсудим позже, когда будем обсуждать ограничительную черную интуицию. Пользуйтесь тайм-кодами. И последняя дихотомия, которую мы сегодня рассмотрим, это иррациональность, иррациональность. Как вы знаете, это дихотомия, которая очень тяжело описать в том, чтобы это работало так у всех иррационалов или у всех рационалов. Классически считается, что у иррационалов подвижный тип мышления, у иррационалов неподвижный тип мышления. И в этом смысле Бальзаки, я вам так скажу, не похожи на Максимов Горьких. Как вот у Максимов Горьких, что у них, они четко определились, и у драйзеров. Они четко понимают, что им от жизни надо, а что не надо, что они слушать будут, что они не будут, какую тему поддерживать они не будут, какую тему и как они будут поддерживать будут, и так далее. То есть, а у Бальзаков нет. У них вот такое ощущение, что они могут подстроиться под любую ситуацию, под любое мнение. Мнение свое, если что, высказывать не будут. Они могут обтекаемо, могут с человеком подискутировать так, чтобы до конца было непонятно, какого мнения придерживается Бальзак. И вот он вроде как вот так тихо, там и да, и нет, но вроде да, и вроде нет. И сам свою позицию сильно пропагандировать не будет. Это вот характерно для иррационалов. То есть, рационал – это люди, которые очень четко, жестко, как роботы пропагандируют свое мнение. Стоять до конца, причем по своей инициативе, когда ты идешь в нападение, и очень четко стоишь на своей точке зрения и назад не отступая, Бальзаки – они не такие. Бальзаки лишний раз вам навязывать свою точку зрения не будут, если только вы не первые начали им навязывать свою точку зрения. В этом случае Бальзаки, да, от вас не отстанут. У вас будет супер-мега-спор вплоть до драки. Наверное, то, что я хотел сказать по иррациональности-рациональности, это именно та дихотомия в соционике, про которую меньше всего можно сказать, чего бы то ни было конкретного. Вообще проблема с иррациональностью иррациональностью достаточно большая. Определить человека, задавая ему какие-то вопросы, иррационал он или рационал, практически невозможно. Я долгое время тестил разные механики, разные вопросы задавал. Нет, все-таки и планы на день строят, и иррационалы, иррационалы. Понятно дело, что они немножко по-разному это делают, но однозначного четкого различия в 100% случаях выделить сложно. Что я еще не сказал по дихотомиям. Бальзаки не являются сенсориками, следовательно, любая деятельность, связанная с конкретными вещами, которые надо трогать, нюхать, как-то с ними работать здесь, сейчас, которые можно пощупать, не подходит. Любая деятельность там, где необходимо следить за какими-то сенсорными проявлениями, и этими реальностями не подходит. То есть, к Бальзакам, естественно, какая-то абстракция, которую нельзя пощупать руками, какие-то материи абстрактного характера, типа различных научных теорий, ну, понимаете, да, вот, которые нельзя пощупать руками. А вот отправить, например, Бальзака куда-то, чтобы он следил за чьим-нибудь здоровьем, или за какими-нибудь растениями, либо за чьим-нибудь комфортом, чтобы кому-то было тепло, вкусно, ни сыро, ни громко, ни тихо, ни жарко, ни влажно. Ему вся эта деятельность не подходит. Более того, для Бальзака свойственно обесценивать эту сферу жизни и стебаться над людьми, которые очень много внимания этому уделяют. В частности, если я при Бальзаке начинаю расчесывать свои брови, либо наносить гигиеническую помаду на губы, то я ничего, кроме тем, как... Смотрите, Илюша у нас брови расчесывает расческой. Я кроме этой реакции ничего не вижу. Да, понятно, что они потом мне говорят, что не-не-не, я тебя обидеть не хотела, не-не-не-не-не, я ничего плохого не имею, не-не-не-не-не, и так далее. Но как бы это разговоры в пользу бедных. Факт остается фактом, что ощущение такое, что полное осуждение. Ну и плюс, в подтверждение к этому, попробуйте с Бальзаками построить отношения, которые выстроены на получение удовольствия. Например, начните встречаться с Бальзаком ради просто секса, например, да, и скажите, какие-нибудь свободные отношения начните с ними выстраивать. Ну, понятно, кто-то мне скажет, что здесь белая этика, а они по белой этике так не смогут и так далее. Но у них нет такой потребности в удовлетворении своих сенсорных органов чувств в сравнении с, например, Дюмой или Гюго. Это просто факт. Поэтому Бальзаком деятельность связана с комфортом и с соблюдением, поддержанием этого комфорта особо сильно не подходит. Им это неестественно. Так, значит, что мы еще этику, то, что не этики я сказал, не сенсорики сказал, не сенсорики сказал, не рационалы сказал, и не экстраверты, да. И, следовательно, любая деятельность, которая подходит там, где... А, я сказал вроде, да-да-да-да-да. Итак, интроверсию, экстраверсию разобрали, сенсорику, интуицию разобрали, логику, этику разобрали, и рациональность, и рациональность разобрали. Все вроде как разобрали, получилось у нас достаточно коротенечко. Ну, самое основное, самое главное, я сказал. Теперь, наверное, мы перейдем к описанию аспектов. И здесь у нас сейчас уже будет долго и интересно. Не переключайтесь. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем описание социотипа Бальзак по аспектам. И с чего мы начнем? Начнем мы с того, что перечислим известных людей социотипа Бальзак. Итак, кто это? Есть такой фильм «Чучело», и там есть вот Миронова девочка, такая холодная. Он с ней заодно. Тихо. Сомак. Ты против бойкота бессольца? Молчит, значит, против. Тогда ему бойкот. Мне? С этой минуты, Сомак, ты перестал для нас существовать. Безэмоциональная. Вот она Бальзак. Дальше. Дмитрий Быков, инагент. Дальше. Тамара Эйдельман, инагент. Баунов, инагент. Елена Костюченко, вроде как тоже инагент. Рома Жиган, рэпер. Дмитрий Муратов, инагент. Альберт Сафин. Василий Уткин, комментатор. Дмитрий Пучков, гоблин который. Дмитрий Потапенко, инагент, бизнесмен. И Дмитрий Демушкин, националист, возможно, инагент, возможно, экстремист. Вот такой вот список людей, известных личностей социотипа Бальзак. Итак, мы перейдем к описанию. А теперь перейдем к описанию социотипа Бальзак по аспектам и начнем мы с базовой функции. Она ценностная, то есть у человека существует потребность ежедневная, каждодневная, постоянная. Выдавать информацию по этому аспекту и интересоваться информацией по этому аспекту. Быть включенным в деятельность по этому аспекту. Базовая функция. Да, отмечу, что зеленые аспекты это ценностные. По ним есть у человека потребность работать. Вот, зелененькие, синенькие, они не ценностные. По ним нет потребности у человека работать, они работают по необходимости. Базовая функция интуиция времени. Бальзака также называют критик. Критика эта осуществляется благодаря базовой белой интуиции и фоновой структурной логике. Белая интуиция это понимание естественного течения процессов в жизни. Бальзак видит, к чему может привести бездействие или то или иное активное действие. Или не устранение той или иной проблемы. Он видит, к чему это приведет на длинной дистанции. Бальзак вечно находится в загоне. В размышлениях о том, какие проблемы могут возникнуть в будущем. И думает о том, что же нужно сделать и что нужно предпринять, чтобы эти проблемы решить. Чтобы эта проблема не случилась. Бальзак в первую очередь думает о том, что плохое может случиться в будущем. И он стремится избежать этих негативных сценариев. Это хорошо объясняется Виктором Гуленко, согласно которому у Бальзака белая интуиция со знаком минус. Гуленко описывает белую интуицию со знаком минус следующим образом. Это страх перед будущим, думать о прошлом, помнить ошибки, опасаться, предупреждать, переносить прошлое на будущее. Хорошая память, иметь хорошую память. Помнить много аналогичных ошибок. Бальзак проецирует из прошлого будущее. Предостерегает людей для того, чтобы они не совершали ошибки других. Обладает самой лучшей памятью. Видит в будущем апокалипсис, если общество не одумается. Бальзаки лучше всех понимают результат от принятых ими решений от тех или иных действий. Или решений на длинной временной дистанции. В том числе других людей. Но если у Гамлета, а как вы помните, у Гамлета тоже сильная ценностная белая интуиция. Творческая. У Бальзака она базовая. Но если у Гамлета белая интуиция работает над, например, пониманием течения отношений с парнем. То есть они прекрасно понимают, к чему приведут эти отношения. И на основе этого замечательно делают выводы о необходимости и целесообразности для них этих отношений. То Бальзаки понимают течение логических процессов. Их белая интуиция работает над как раз пониманием течения этих логических процессов. Да, Бальзак преимущественно предвзят. Он видит в первую очередь негатив. То плохое, негативное, что может произойти с миром. Бальзаки живут в постоянном предчувствии и предвкушении опасности и ее избегании. В эмоциональной сфере Бальзакам присущи максимально медлительное, спокойное, вдумчивое психоэмоциональное состояние. Им присущи равномерно замедленные плавные движения. Они флегматики по темпераменту. Спокойные, но очень-очень внимательные. Могут работать со скучными процессами, где необходимо длительное устойчивое внимание. Например, это на самом деле обычная работа в магазине, например, продавать что-то. Ты сидишь на кассе, в телефоне ковыряешься, засыпаешь, человек заходит, ты ему сигареты пробиваешь, он уходит. Много Бальзаков, в общем, в этом. Это первый пример. Второй пример. Например, играть 24 стола в покер по 12 часов. Либо работать на каком-нибудь скучном заводе за станком, где просто надо нажимать две кнопки. В какой-то момент. Где важно не уснуть на рабочем месте. Где надо за камерами, например, следить. Сидишь целыми ночами и просто за мониторами следишь. Там трейдинг, например, тот же. Где скучная, однообразная деятельность, где раз в час необходимо быть очень внимательным. Где все уже к этому моменту, уже уснут все. Где Дюма уже уснет, там уйдет бухать или еще что-нибудь. А Бальзак нет, он четко, внимательно. Или снайпер такой. Снайпер лежит. Час, два, три, четыре. На пятом часу кто-то выходит. БАМ! Убил. И не уснул ничего никуда. Не проебался нигде. Понятное дело, что это будет скучно вообще всем. Но Бальзаки с этой задачей справятся лучше всех. В идеале, чтобы на этой работе не было сенсорной работы. То есть, например, чтобы не надо было руками ничего на заводе делать. Тогда Бальзакам вообще не будет в этой деятельности равных. При всей своей спокойности, медлительности, абсолютно тихом поведении, Бальзаки это не чмошники и не бездельники. Сидеть сложа руки, ничего не делая, они не будут. Они просто спокойные и умиротворенные. Если задача им поставлена, если они нашли для себя дело, которым они хотят заниматься, там работу или организацию, то в этом деле они оставят за собой выжженную землю. Кстати говоря, я вот сейчас что подумал, Бальзаки же очень сильно похожи на драйзеров. Тот и тот молчит. Тот и тот с деловым типом мышления. Тот и тот нормис. Но и оба не проявляют социальной инициативы зачастую. И понять по ним, что перед тобой драйзеры или Бальзак, можно только в том случае, типа там, привет, как ты, что ты, поговорить надо их, инициативу проявить какие-то вопросы личные задать. А так вот, на тусовке ты сидишь, и вот, что Бальзак, что драйзеры сидят там. Угу, да, да. А я вот тоже ходил, этот фильм смотрел. Да, да. А можно мне, пожалуйста, вот эту пиццу, да. Да, да, да. Ха-ха. Вот такое вот. То есть, и вот когда они только начнут разговаривать, если у вас удастся их разговаривать, только в этом формате будет понятно перед вами драйзер или Бальзак. Так, идем дальше. Стереотипно считается, что Бальзаки – это самый скучный и самый душный социатив. И это правда. Бальзак – внимательный наблюдатель за течением жизни. Толко подмечает детали и едва намечающиеся тенденции. Объясняет, какие причины привели к имеющимся последствиям. Погружен в прошлое. Изучает повторяющиеся явления. Благодаря ассоциативно организованной памяти и любви к знаниям нередко бывает орудитым. Хорошо выявляет противоречия и фактические ошибки в позициях и мнениях. Обладая философским складом ума, умеет произвести впечатление мудрого и длинновидного человека. Осторожен в принятии решения. Исходит из того, что нужно слегка опережать события по понятным причинам. То есть зачастую Бальзакам говоришь следующее. Да братан, да нормально все будет, ну что ты гонишь-то вообще? А Бальзак говорит, нет, 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 ты послушай, реально, вот если мы сейчас продолжим вот так вот делать, если мы не сделаем вот этого, то в будущем будет пиздец. Этот аналогичный пиздец происходил вон там. Помнишь вот эту тему? Это же то же самое. Просто посмотри, это та же самая аналогичная ситуация. Понятное дело, я сейчас как Дон Кихот разговариваю, да? Но в общем и целом, нарративчик, смысл такой. Следующий аспект, который мы рассмотрим, это творческая функция, деловая логика Бальзака. Она такая же сильная, сверхсильная, как и базовая, но поверхности она экстравертная. То есть вообще изначально Бальзак являются интровертами, а деловая логика это экстравертная функция. И, следовательно, работать по экстравертной функции для интроверта не так естественно, как работать по интровертным аспектам. Итак, творческая функция сильная, деловая логика. Это один из самых деятельных социотипов во всем соционе. Если они и не работают, то серьезно переживают на эту тему, на тему того, кем они должны работать и что им необходимо делать. Бальзаки это не лентяи-бездельники, они всегда будут стремиться как-то крутиться, вертеться в этой жизни, как-то что-то делать, как-то быть эффективными в этой жизни. Крайне продуктивный социотип, если не сказать, что это социотип-робот. Им подойдет любая деятельность операционного характера. Хоть она и скучна им, и зачастую они просто теряют в ней смысл или выгорают в ней и теряют здоровье на этой работе, но эта деятельность максимально подходит, и мало кто на таком высоком уровне эту деятельность может осваивать в сравнении с бальзаками. Ну то есть, какие это могут быть социотипы? Ну Штирлиц, ну Джек, ну Максим Горький, опять же, я уже натягивать сову на глобус начинаю, ну Габен, да, то есть, ну не каждый социотип далеко. Шутки шутками, но это лучшие работники, которых вы можете взять в свой малый бизнес. Нужен вам бариста в кофейню? Возьмите бальзака. Нужен вам кассир в вашем магазинчике? Возьмите бальзака. Любая офисная работа, любая работа с документами, с цифрами, с добычей ресурсов, с зарабатыванием денег, с добычей ресурсов для компании имеется в виду, а не в шахте уголь добывать. Бальзаки вообще везде, практически в каждой повседневной деятельности. И вот, например, опишу я вам бальзаков, с которыми я встречаюсь каждодневно, регулярно, постоянно. Первое. Вот у меня, я сегодня винишко буду пить, возможно, вечером. Вот перед КБ у меня бальзак работает, администратор. И тоже у меня полное ощущение, что он меня просто презирает, не любит, ненавидит, там все такое. Кассир в пятерочке, там или в диктене, я бы уже рассказывал, это скорее всего про него написано. Дальше парикмахер Бальзак, это вообще песня. Ну, там в целом только гамма квадра в моей парикмахерской работе. То есть мой парикмахер Наполеон, и, понятное дело, там у них как бы оккупировано гаммой все помещение. И как бы параллевой функции, они там за 300 рублей кое-как там стариков, включая вашего Скуфа Илюшеньку, тоже. Дальше. Препод в институте нужен? Бальзак. Причем у меня преподов в институте, все самые жесткие и душные преподы, которых я встречал по жизни, это все были бальзаки. В ПКЛ, в третьей гимназии, в школе в моей, в ЛГУ, все бальзаки. Вот я седой, я вчера смотрел, у меня прям 5-6 волос, прям вот кусок седой. Вот не знаю, видно? Нет? Это я посидел, это меня бальзак в универе ебал. То есть давало мне просто задание, типа, это не то, это не то, переделывай, переделывай, переделывай. Дальше, значит, фотограф бальзак, продавец в торговом центре бальзак. Видите? То есть любая сфера жизни, вот куда ни плюнь, везде может бальзак социализироваться спокойно. Бальзак это такой заведенный, молчаливый робот, с лицом как будто кто-то умер, который тихо, молча, четко, профессионально, на высоком уровне выполняет свою работу. Понятно дело, бальзаки работают там, где кто на кого учился. Они и на чиновничьих должностях, они и в бизнесе, они и в крипте, они и в темах, и в мутках, и в инфобизнесе. Они и редакторы текстов, и программисты. Применение им колоссально. Кстати, про инфобизнес, вот Лерчик, да, ее муж Бальзак. То есть Лерчик торгует лицом, продает курсы, а он операционкой занимается, технической всей составляющей. Загоняться они могут лишь по тому поводу, что не могут найти конкретную компанию, в которой они будут ебашить с десятерых, оставляя за собой выжженную землю. Бальзак это один из самых сильных, продуктивных, деятельных, работящих, деловых социотипов. Это как Джек, только интроверт. Суть примерно та же самая. Представьте себе Джека, который абсолютно молчалив и спокоен, например, на успокоительных, и вы получите Бальзака. Стремятся быть инициативными и предприимчивыми, насколько им помогает интроверсия. Хорошо видит возможности новых дел, знает, как повернуть дело так, чтобы оно приносило ощутимую выгоду. По сути дела, они везде просеивают всех людей, все активности других людей на предмет заработка денег. Предприимчив и легок на подъем, смело выдвигает деловую инициативу и настойчиво добивается ее реализации. Если возможности проекта исчерпаны, быстро переключается на новое направление. Умеет обращаться с финансами. Бальзак в уме просчитывает логику действий и затрат ресурсов, как бы сводя баланс полезного и бесполезного. Бережлив в обращении с деньгами. Постоянно контролирует доходы. Ищет места и способы выгодных финансовых вложений. Отслеживает положение дел в интересующей его области. И умеет с выгодой использовать накопленную информацию. Хорошо ориентируется в изменениях на рынке товаров и услуг. Заводит картотеки, база данных, архивы, коллекции. Один из самых продуктивных и деятельных социотипов в соционе. Лучший операционист. Я думаю, что по описанию этих двух аспектов мы уже много что сказали про этот социотип. Но также есть еще у этого социотипа еще и слабые аспекты. Но стоит сказать, что у Бальзака есть еще одна крайне сильная функция. Крайне сильный аспект. И поскольку он суперсильный, то несмотря на то, что он не ценностный, непотребностный, Бальзак все равно по нему очень часто работает. Потому что он крайне по нему продуктивен. И этот аспект это структурная логика. Фоновая структурная логика. Фоновая функция это наш скрытый талант. Это то, что мы не любим, но то, что у нас очень хорошо получается. Например, понимать других людей и быть психологом у Дюмы или у Есенина. Например, быть очень крутым ученым, очень аналитичным человеком, как у Бальзака. Или, например, быть очень давящим, быть очень цепким, уверенным в себе, как, например, у Штирлица. У Бальзака же структурная логика. И давайте же ее рассмотрим. Фоновая функция, сильная, неценностная, структурная логика. Это один из самых высокоинтеллектуальных социотипов. Любая четкая, структурированная, логическая, в том числе операционная деятельность, крайне им подходит. И крайне они в ней сильные. Это работа от айтишника до ученого, либо аналитика, чего бы то ни было вообще. Вот эти холодные интеллектуалы-политологи, либо какие-нибудь аналитики, которые выдают всякую умную научную информацию, при этом абсолютно выдавая информацию последовательно, неэмоционально и неинтересно, все это Бальзаки. Можете зайти, просто посмотреть на манеру речи Бальзака. Дмитрий Демушкин, и просто там у него эфиров много на ютубе различных, там иногент, экстремист, террорист. Он, если что. Зайдите просто, чтобы манеру речи понимать, как они разговаривают, как они мыслят. Бальзаки очень распространены в науке, в научпопе. Любят научную проверенную информацию, различные факты. Вообще сами мыслят исключительно только фактами проверенными. Любят изучать различные исследования. Понятное дело, что это очень сильно будет зависеть от психософской логики. Чем она выше, тем более в этом будет погружен Бальзак, и больше в этом будет разбираться. Стоит сказать, что структурная логика у Бальзаков не ценностная. Из-за этого аналитика Бальзака зачастую может быть несколько поверхностной, если сравнивать ее с аналитикой Робеспьера. Может все высокоинтеллектуально, рационализаторски обесценивать и говорить, что все вокруг антинаучно и бездоказательно. Природа Бальзака – это все и везде интеллектуально критиковать, деконструируя все и вся вокруг. Душнить до конца, душнить до талого. Нет более душного социотипа в соционе, когда идет научная дискуссия, чем Бальзак. Причем переубедить его практически нереально, если только вы тоже не Бальзак, либо вы не эксперт в этой теме. Можно сказать, что Бальзаки – пропагандисты. Пропагандисты своей позиции. Они что-то проанализировали, сделали вывод и спорить с ними бесполезно, язык сломаешь. В плане структурной логики это что-то типа Максима Горького. Скорее Бальзаки стремятся победить вас в споре, а не прийти к какой-либо истине. Работу делают строго по технологии, четко, вникая во все детали. В делах надежен, ведет честную игру. Различные работы в институте и в последующем на работе и в жизни стремятся делать с полной отдачей. Зачастую именно Бальзаки – лучшие студенты в группе, которые делают самые тяжелые задротские работы. Это один из самых сильных социотипов во всем спектре деятельностей, касающихся работы с большими данными. Всякие кселевские таблички и так далее. Их хлебом не корми, да и в циферках поковыряться. И также деятельности, связанные с аналитикой, также крайне им подходят. Итак, по этим трем аспектам, на мой взгляд, можно описать социотип очень хорошо. Какой же следующий аспект логичнее всего будет рассмотреть? Это активационная функция. Вообще, если говорить серьезно, то по этим четырем аспектам очень можно круто описать социотип. Именно как он будет проявлен. Вот вы подходите к человеку, и вам от него что-то нужно. Вот каким он будет? Он будет вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. Базовая, творческая, фоновая и активационная. Торчат в первую очередь эти аспекты. А если вы не будете учитывать мнение человека по активационной, то человек вообще закроется и может вражески вас воспринять. Что такое этика отношений? Это чрезмерно большое внимание к личности другого человека. Это уважительное душевное общение. То есть при всем при том, что Бальзак это интервертированный душный чел, который на вас смотрит максимально жестко, который критикует ваш интеллектуальный выпад, который будет критиковать вашу точку зрения, будет критиковать вашу политическую позицию. Он будет деконструировать всю вашу личность и все, что ему не нравится в вас, если вы решили повыпендриваться перед Бальзаком. И при этом, при всем, а это уже, этого уже достаточно, чтобы с человеком по-хамски разговаривать и человека за человека не считать. В моем мире этого уже достаточно. Но Бальзак требует к себе этичного, уважительного общения и сам стремится так общаться. То есть при всем, вот, чрезмерной серьезности и душноте, Бальзак еще стремится быть этичным и чтобы люди вокруг были этичны. Понимаете, в чем конфликт между Дюмой и Бальзаком? Это анти, это противополные противоположности. Итак, рассмотрим активационную функцию. Вообще, активационная функция, ее еще называют самооценочной. Чем больше успехов у человека по активационной функции, тем лучше у него самооценка. Если у человека будут какие-то проблемы по активационной функции, то у человека самооценка падает. У него падает самоотношение. Ему кажется, что он никто и ничего в этом мире. Что жизнь говно. Активационная функция слабая. Этика отношений. Тема отношений у Бальзака достаточно больная. Эта тема крайне ему интересна. Причем он в ней не сказать, что плохо разбирается. На порядке лучше каких-нибудь Жуковых, Дон Кихотов, Робеспиров. Но активационная – это не сильный аспект. Поэтому конкурировать в понимании отношений с многомерными этиками отношений ему крайне затруднительно. В отношениях Бальзак постоянно душнит по логике, навязывая свою логику взаимоотношений. Для Бальзака время от времени свойственно думать, что он очень хорошо разбирается во взаимоотношениях и может даже критиковать всех вокруг, умничать, моралфажить по этой теме. Но повторюсь, этика отношений Бальзака – это слабый аспект. Война между Бальзаком с его активационной ценностной этикой отношений и Дюмой с его фоновой этикой отношений – неценностной. Это вечно неразрешимый конфликт. Для Бальзака очень важна сфера отношений. Он старается быть очень чутким в отношении окружающих его людей и требует такого же отношения к себе. Дюма же еще глубже и тоньше понимает взаимоотношения людей. Но делать по этике отношения ничего лишнего он не хочет и не видит в этом смысла и необходимости. Напоминаю, что у Дюмы этика отношений включается только... Ну, когда он просто решил что-нибудь поболтать, уже в кои-то веке можно как-то по этике поработать просто ради прикола. И второе – это по необходимости. А Бальзак тащится по этике отношений. Ему только этику отношений и подавай. В итоге Дюма разбирается в отношениях лучше Бальзака и с парой фраз может грамотно обесценить мнение Бальзака о взаимоотношениях людей. А Бальзак, наоборот, требует по этике отношений к себе и к людям вокруг определенного внимательного отношения. Но зачастую, в конечном итоге, все это выглядит как излишнее душнительство. Душнить по этике отношений, выдавая базу на серьезных щах – естественное поведение Бальзака. Он на полном серьезе считает, что все кругом бескультурные, и он всех лучше знает, как люди друг к другу должны относиться. Он вообще... Он в плане отношений, зачастую, вот они считают, они эксперты. Они могут анализировать чужие отношения, говорить, правильно это или неправильное отношение, как правильно выстраивать отношения, как правильно с ними выстраивать отношения, как при них нужно правильно общаться, например. То есть в плане этики поругаться с ними проще простого. Бальзак делает какое-то жесткое замечание, ты ему слово, он тебе слово, ты ему слово, он тебе слово. И пошло, 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 пошло. Ссора какая-то, просто ерунда. А человек просто ради прикола что-то сказал, просто проброс, угар какой-то. И благодаря логике будет спорить и отстаивать свою позицию по слабой этике отношений до конца, пока вы язык не сломаете. То есть душнильство бальзаков по этике отношений, оно очень такое противное. Они очень хотят в этом разбираться, но не разбираются в этом настолько, ну как я, например, в этом разбираюсь. И поэтому это, знаете, это такой середнячок, который права постоянно качает. Выглядит это неприятно. Если у вас не ценностные этике отношений, это прям дико напрягает. Поссориться с бальзаками из-за отношений очень просто. Вот такие дела. Бальзак любит душевные, светские, цивилизованные разговоры по сиделке. Его самооценка крайне сильно зависит от того, насколько уважительно и доверительно с ним общаются люди вокруг. Когда люди вокруг общаются черноэтично, то есть хабалисто, нагло и бескультурно, заместо того, чтобы общаться белоэтично, бальзака это расстраивает. Они стремятся, чтобы все взаимоотношение между людьми было чутким, взрослым, внимательным и учтивым. Требуют именно такого к себе отношения. Профессия воспитателя, педагога, учителя бальзаку дается достаточно тяжело. Их негативизм, их холодность это то, что будет сопровождать весь процесс взаимодействия с бальзаком. В любовных отношениях стремятся к долгим, устойчивым, серьезным отношениям. Я не видел, чтобы бальзаки состояли в свободных отношениях, либо стремились к какому-то распутному образу жизни. Его эмоциональное состояние зависит от того, как к нему относятся окружающие. Бальзак чувствует себя подавленным, если на него не обращают внимания, никак не реагирует на его предложения. В плохом настроении его не надо утешать или веселить. Лучше оставить наедине со своими мыслями и проявлять косвенное сочувствие. В общении со знакомыми умеет быть вежливым, вести себя воспитанно и интеллигентно. Обладает дипломатическими чертами, стремится согласовать интересы всех сторон. В отношениях разбирается на среднем уровне. Итак, мы рассмотрели активационную этику отношений. И на самом деле, по этим четырем функциям, по большому счету, можно описать Бальзака. Какой он? Но, тем не менее, у нас еще остаются четыре аспекта. И давайте перейдем к болевой. К самому слабому аспекту Бальзаков. К самой слабой функции. И это этика эмоций. Давайте ее же и рассмотрим. Живут с абсолютно унылым покерфейсом. На лице никаких эмоций. Более того, зачастую на лице грусть, печаль и тоска. Зачастую находятся в очень тяжелых психоэмоциональных состояниях. И не знают, как из них выйти. Зачастую вы никогда за год, два, три, четыре, пять, шесть лет общения с Бальзаком не увидите, что он смеялся до слез. Прийти в компанию людей и начать всех развлекать, веселить, выглядеть при этом нелепо, как клоун, для них невозможно и неприемлемо. И людей они таких не любят. Которые всегда, вечно на приколе, несерьезно и на угаре. Именно в этом выражается конфликт Юго Бальзак. А также конфликт Дюма Бальзак. Юго и Дюма для них слишком лицемерно несерьезные. Которые просто угорают, веселятся и прикалываются над тобой. И над всеми вокруг. И все сводит к угару, приколу и расслаблению. Бальзаки скучные. Все, что они говорят, неинтересно и произносятся неинтересной интонацией. Опять же, информация сама по себе может быть интересная. Но то, как они это произносят, это просто неинтересно слушать. Если есть люди, которые хотят их переключать или переэмоционировать, перепропагандировать их. То им тяжело кого-либо перекричать. Они проще в драку бросятся, чем будут с кем-то переэмоционировать. Для любого черного этика не составляет труда заткнуть Бальзака одной фразой. Полностью обнулив его предложение и навязать свое предложение в ответ на его. Бальзак это такой молчаливый, замкнутый на себе человек. С очень тонким, богатым внутренним миром. Если же они эмоционируют, то они просто орут, как психбольные. Орать это не этика эмоций. Все люди орут. Но кто-то кричит этикой эмоционально, а кто-то черно-сенсорно. Если, конечно, весь ор можно описать соционикой. Бальзаки могут орать со зла, либо от нервов, в особенности на работе. Для бальзаков свойственно говорить грубыми интонациями, чрезмерно серьезными. Ты буквально их боишься. Либо они максимально спокойно вот таким голосом будут разговаривать. Но слушать приказы и какие-то... Вот как можно на полном серьезе с человеком разговаривать? Вообще как-то относиться к его словам, если он вот таким голосом разговаривает? Если человек вот таким вот голосом вообще в принципе по жизни разговаривает, то он право на мнение, особенно на озвучку этого мнения, рядом со мной не имеет, дорогие друзья. Так вот, если они работают какими-нибудь кассирами, то ты боишься лишнее слово сказать. Ощущаешь себя как на экзамене, когда они тебе пробивают товар. Для бальзака самое важное это не выглядеть как клоун и не выглядеть нелепо. Это также еще и связано с ценностной черно-сенсорикой. Ведь всем ценностным черным сенсорикам важно выглядеть серьезно и статусно. Бальзак это не тот социотип, над которым вы будете угорать и стебаться. Он одним взглядом покажет свое осуждение. Бальзак это всегда мертвые эмоции. Никогда не понятно, что в голове у бальзака. То ли он сейчас возьмет нож и всех перережет, то ли у него все нормально. В целом, бальзак это невыразительное лицо с простыми эмоциями на нем. В плане эмоциональных взаимодействий постоянно тормозят, витают в облаках. Они не могут парировать шутки или проявлять инициативы в шутках. Бальзак это мертвый вайб, мертвая атмосфера и мертвый эмоциональный заряд. Бальзак это априори дед инсайд. Все у них печально, грустно, хмуро и все мы завтра умрем. Тоска, грусть и печаль. Кто-то подумает, что бальзаки не тусят. Это не так. Бальзаки, как и вся гамма квадра, находятся практически во всех сферах жизни и во всех публичных местах. От клубов до походов на речку в деревне. Делают они это преимущественно по белой этике. То есть бальзаки любят душевное, доверительное, искреннее, уважительное общение. И в этом процессе среди своих близких людей они могут и едко-колко пошутить черным юмором и даже рассказать анекдот. Но это все в кругу близких людей. Бурные, навязчивые эмоции его раздражают. Действует угнетающе. Может блеснуть метким и колким замечанием. Вот, кстати, черный юмор безэмоциональный. Вот они сказали фразу. Им кажется, что в этой фразе нет ничего такого. А ты потом ходишь две недели, загоняешься по поводу того, что он имел в виду. То есть тебя реально обижают. То есть все, что говорит бальзак, вот с таким лицом. Такое ощущение, что он все критикует. Все обесценивает. Над всем насмехается. Как преподаватели бальзаки, самые душные, самые неприятные, самые дотошные, злые, самые неадекватные преподаватели. Могут прицепиться к какой-то мелочи. Например, если вы как-то себя эмоционально проявили. Могут просто до конца заваливать студента. Не давать сдать зачет или экзамен. Или, например, просто перестать обращать внимание на студента, который как-то неэтично себя повел. Лекции неинтересные, скучные, монотонные. А спрашивает так, будто он на ушах стоял и 10 раз что-то объяснял. Самый слабый социотип во всем спектре деятельностей, касающихся эмоционального раскрепощения. Например, работать клоуном или добрым, милым детским воспитателем или блогером типа меня. Итак, это была болевая функция этика эмоций. Сейчас мы переходим к ролевой, к сенсорике комфорта. Итак, мы переходим к ролевой функции сенсорики комфорта. Она у нас слабая и она у нас неценностная. И ее единственное предназначение, чтобы человек, живя в конфликтной среде, пытался в ней выжить и сделать вид, что он похож на ту среду, в которой он находится. Как правило, в тяжелой жизненной ситуации, либо в среде людей, которые кажутся нам новыми, неизвестными, мы ведем себя по ролевой функции. То есть ролевая функция – это тот образ, на котором мы вкатываемся в конфликтную, неизвестную, нестандартную среду. Могут делать вид, что они эстеты в еде или в одежде. На деле же, зачастую, достаточно неопрятные, неухоженные, некрасивые люди, если, конечно, у них не первая физика. Чаще всего вы будете встречать толстых, некрасивых, фригидных, неопрятных, колхозных бальзаков-нормисов. Безусловно, они могут одеваться, как манекены, то есть стильно, благодаря тому, что они толстокожие и тяжело замечают физический дискомфорт. Они могут себе позволить одежду неудобную, но стильную. Ходить без шапки – зимой. Ходить без перчаток – зимой. Ходить по щиколотку с голыми щиколотками – зимой. В быту не особо прихотливы. Готовка, кайф, секс, комфорт – это те сферы, которые мало им интересны. Зачастую осуждают и насмехаются над теми людьми, которые делают культ из этих вещей. Мужчин, которые считают, что секс – это самое главное в жизни, считают не людьми. Все сенсорные темы непонятны совершенно. То есть обсуждать вкус сидра или блюда, или то, как правильно делать кульнилингус, или ублажить свою девушку или мужчину – для них это то же самое, как для Есенина разбираться в документообороте. Секс для Бальзака – это не про тело. Это про прикол, угар и душевное соприкосновение. Могут быть совершенно неопрятными или не замечать, что у них что-то крайне неудобно сделано в доме, в машине или в их вещах. Могут совершенно не обращать внимания на тот дискомфорт, в котором они живут. И очень важно, вот, очень важно, я сейчас все давлю-давлю, говорю какие-нибудь плохие, какие-нибудь плохие, но ролевая функция – это сделать вид! Сделать вид, что они в этом разбираются. То есть Бальзаки очень хорошо делают вид, что они разбираются в комфорте, в сексе, в еде. Они делают вид, они в этом не разбираются. Они делают вид для того, чтобы, вот, например, представьте, Бальзак пришел в компанию, там сидит. Дюма, Гюго, Робеспьер, Есенин, Бальзак, Дюма, Гюго, какая-нибудь такая альфийская компания. И там все разговоры, белая сенсорика, я там шаурму похавал, а здесь, тут, здесь соус такой вообще разъеб, а вот это со свининой, шаурма, вообще просто пиздец! И Бальзак такой, ооо, я тоже люблю, я мясо люблю круто жарить, сегодня курицу жарил. И у вас создается впечатление, ооо, крутой он, как и мы! А на самом деле ты ему, типа, там, чё-то, а ты какие секс-игрушки вообще любишь? Он такой, эээ, пук-среньк, я на такие вещи не разговариваю, ёпта! А мы сидим, винище бухаем, типа там, кайфуем все вместе, там, все друг с другом в компании переебались. И здесь сидит Ханжа Бальзак и пытаются тут чё-то, уууу, секс, это я только на такие темы, только с близкими разговариваю. А мы, типа, не близкие, что ли? Ладно, неважно. Могут совершенно не обращать внимания на тот дискомфорт, в котором они живут. Могут питаться исключительно на подножном корме, на сладком, на шоколадочках и так далее. Дома у Бальзака адский мусор, есть он будет, что попало. Могут делать вид, что разбираются в сексе, что много изучали эту тему и проходили тренинги. В целом, если у них задача показать себя, как сексуально искушенных людей, могут сделать вид. Именно сделать вид. Но если сравнивать их с гюгой или с дюмами, это просто фригидные существа, которые не разбираются в сексе и нужен он им в достаточно малом количестве. Один из самых слабых социотипов во всем спектре деятельностей, связанных с удовольствием, эстетикой, комфортом и приятным времяпрепровождением. На первый взгляд может показаться, что предусмотрителен в вопросах комфорта и здоровья. Может увлекаться какими-нибудь кремушками от сухости кожи и иметь прочие эстетические интересы. Выходя на улицу или отправляясь в поездку, имеет при себе набор предметов, обеспечивающих гарантированный минимум удобств. Подчеркиваю, минимум. Заставляет себя выполнять нормы гигиены. Но именно заставлять. То есть это не является их естеством. Много внимания тратить на это постоянно им тяжело. Внешний вид либо неопрятен и запущен, либо наоборот, тщательно продуман, соответствует последней моде. Это зависит от того, с какой публикой он общается. Я встречал даже бальзаков в сфере красоты. Очень много парикмахеров-бальзаков. Но мягкости и нежности им не хватает. Могут волосы дернуть, порезать что-нибудь, нанести в процессе работы какую-то боль. Все-таки бальзак рассчитан на спартанские условия, на офисные условия. Он может в этих условиях выживать. В условиях недосыпа, духоты, питания по расписанию, как сказал начальник, по питанию на ходу, по работе в голоде и так далее. Бальзак не плакса и по поводу неэстетичных условий среды особо ныть не будет. Да и скорее будет осуждать тех, кто много ноет по этому поводу. Один из самых слабых социотипов во всем спектре деятельностей, связанных с созданием и обслуживанием комфортной, уютной среды. Это ролевая функция. Вообще ролевая функция это как болевая, только чуть-чуть на порядок получше. Но в общем-то это все равно днище, точно такое же, как болевая в общем и целом. Итак, мы переходим к сугестивной функции. Бальзака это черная сенсорика. Что такое сугестивная функция? Это слабый аспект, но ценностный. Человек в этом не разбирается, но хочет информацию по этому аспекту. Этот аспект заточен на то, чтобы его давал человеку дуал. Наполеон. Про Наполеона, кстати, ролик отдельный тоже есть. Сугестивная функция слабая. Силовая сенсорика. Ее еще называют сенсорика контроля. Или волевая сенсорика. Это все одно и то же. Строгость, чрезмерная серьезность, стремление не выглядеть нелепо, по-дурацки, а не как выглядеть, как какой-то лошок. Важная, характерная черта Бальзака. Бальзак это не лох. И зачмырить, или унизить, или системно его обижать невозможно. В отличие от Робеспьера, который все стерпит. Более того, у Бальзака существует потребность в соперничестве, достигаторстве. Он не боится влезать в противостояние. Вплоть до того, что Бальзаки могут спокойно интересоваться или заниматься контактными видами спорта. Бокс, ММА, поп-ММА и так далее. Вообще, Бальзак, осознавший наличие потребности отстаивать свои границы, это очень сильно имбовая вещь. Бальзаки, попадая в тюрьму или армию, зачастую стремятся занять какую-то авторитетную позицию. Они не лохи. Они не просто не лохи, а их страшно. Их боятся. Они вселяют страх и ужас. При всем при этом, мощности черной сенсорики у них недостаточно, чтобы конкурировать и тягаться с сильными черными сенсориками. И чтобы сделать деятельность по этому аспекту основной. Поэтому черная сенсорика у Бальзаков всегда как бы подключена фоном. У Бальзака на лице написано следующее. Только попробуй со мной как-то несправедливо поступить. Я стану твоим врагом. И убью, и обоссу тебя. В целом, Бальзаки не любят агрессию. И в целом, агрессивных людей. Но сами они в том, как отстаивать свои границы, более-менее разбираются. И могут постоять за себя против любых неценностных черных сенсориков. За исключением может быть Гюго и Штирлица. Хотя считается, что Бальзаки растут по карьерной лестнице лучше, чем Штирлицы. Как раз за счет стальных яиц, которые у них есть. Благодаря ценностной черной сенсорике. Зачастую может призывать к решительным действиям. Хотя до воплощения призывов дело доходит редко. Бальзак нуждается в подталкивании со стороны, силовой поддержке. Отсутствие силовой опеки приводит к расслабленности и лене. Прямой агрессии не выносит. Противится ей всеми силами. Затянувшегося противостояния не выдерживает. Устраняется или просто заболевает. Для хорошего физического самочувствия занимается силовыми видами спорта. Закаляет себя. Пытается преодолеть свои природные слабости. Однако делать это регулярно ему не хватает мерности аспекта. Итак, это была сугестивная черная сенсорика. У нас остался последний аспект. Это ограничительная черная интуиция. Аспект этот интересный. Интересен он тем, специфика этого аспекта. Мы уже рассмотрели болевую, ролевую функцию. Там, где человек делает вид, что он в этом разбирается. но на самом деле он не разбирается в этом. И ограничительная функция это аспект, по которому человек очень интересуется, любит пообщаться на эту тему, любит ролики на ютубе посмотреть. Но на этом все. Делать он по этому аспекту ничего не будет. И людей рядом, которые проявляют себя по этому аспекту, особо не приемлят. Это работает у всех социотипов по ограничительной функции. Это, как вы помните, лицемерие Драйзера и Достоевского. Ограничительная этика эмоций. Они любят прикольных людей, но когда ты при них начинаешь продолжать угорать и веселиться, они тебя осуждают за это. То же самое. Наблюдательно-ограничительная функция. Интуиция возможностей. Бальзак очень похож по черной интуиции на Дон Кихота. Его очень легко спутать с Дон Кихотом или Робеспьером из-за черной интуиции. Бальзак создает впечатление очень необычного человека с очень необычным мышлением и очень необычными увлечениями. Те источники информации, которыми пользуется Бальзак, помогают ему создать уникальную точку зрения и уникальное мнение по тому или иному вопросу. Но важно сказать, что Бальзак таким образом именно пытается быть таким же интересным, как Дон Кихот. Но на самом деле он нормис. Бальзак чаще всего имеет шизоидную структуру характера, именно крайне развитую фантазию и воображение, крайне творческий социотип, очень развит абстрактный тип мышления. Но лишний раз выделяться из толпы ему трудно. Часто может загоняться по поводу того, что мне делать и куда мне идти, не видя подходящих вариантов. Переживает из-за того, что его осведомленность и интеллектуальные способности редко приводят к ожидаемому результату. Знает много, но придумать что-нибудь самому трудно. Скептически оценивает перспективы новых начинаний и смелых идей, представляет вещи запутаннее, чем они есть на самом деле. Хотя может и вселить надежду в отчаявшихся и разочарованных. Стремится попробовать себя в разных видах деятельности, чтобы доказать свои способности. Однако всесторонней развитой личности из него обычно не получается. Критик с удовольствием изучает все новинки в интересующей его сфере. То есть это человек, который с возрастом, особенно чем старше, тем лучше. Он очень много всего читал, смотрел, но когда ты вглубь начинаешь с ним спорить, не спорить, а общаться, расспрашивать его, оказывается он ничего не смотрел. То есть все по верхам, все очень поверхностно. То есть тебе кажется вот ничего себе он вот это смотрел, вот это смотрел, о, прикольно, сейчас мы с ним пообщаемся. А оказывается больше этого-то он ничего и не смотрел на самом деле. Он обычный нормис. И это просто кстати. На самом, он это не его личность. Он в этом не экспертен, и это ему неестественно. он про обычные нормальные вещи обыкновенные, стандартные. То есть Бальзак стремится делать вид не такого, как все, а на деле у него увлечения такие же, как у Драйзера и у Наполеона. Вот. Вот такой обзор получился на социотип Бальзак. Что могу сказать? это был последний социотип из цикла обзоров на соционические типы. Дальше, я думаю, мы рассмотрим модель А, и дальше уже мы пойдем по аспектам соционическим. Могу выразить вам большую благодарность за то, что смотрели, наблюдали, просили меня протипировать вас, интересовались всем этим, мотивировали меня работать дальше. И что могу сказать уже в конце? Если вы не уверены в своем социотипе, записывайтесь на консультации по соционике, по психософии и на психологические различные консультации. Вот. Если не уверены в своем социотипе, приходите, либо хотя бы пообщаться. Вот, кстати, кто хочет пообщаться со мной, записывайтесь на консультацию психологическую. Я пробью это как по психологическому консультацию и пообщаемся на любые темы, отвечу на любые вопросы. Хотите-хейтите, хотите позитивное время проводите, как, в общем-то, вам угодно. А, в общем и целом, с вами был Соколов Илья, приходите на консультацию, увидимся там и в следующих роликах на ютубе. Также подписывайтесь на группу в Телеграме, на меня в запредграмме в инсте и на группу ВКонтакте. Ну и, в общем-то, все. Целую, обнимаю. С вами был Соколов Илья. До новых Соколов Илья. Соколов Илья с вами. С вами был Соколов Илья, увидимся в других роликах. Пока.